Максим Исаев, 32-летний инженер из Минска, проводит время с детьми на детской площадке в центре Варшавы. Он уехал из Беларуси три года назад, когда в стране начались допросы и аресты участников протестных митингов. Максима как участника таких акций власти Беларуси объявили в розыск. Больше десяти статей можно на меня смело повесить. Вот. Тоже, чтобы как-то проверить, что на меня есть, что на меня нету, нормального механизма также нет. Я, например, знаю, что по адресу моей прописки в Беларуси приходили, меня искали. По какому вопросу меня искали? Ну, во-первых, я не знаю. Во-вторых, никто мне бы ответа не дал. В следующем году заканчивается срок действия паспортов жены Максима и его детей. Он понимает, что поехать в Минск, чтобы оформить новые документы, семья не может. Саму это сидеть тоже не хочется. И предпринимать действия, которые приведут к тому, что ребенок будет в детском доме, ну, это тоже так себе вещи. Именно поэтому идею возвращения в Беларусь на данный момент мы никак не рассматриваем, потому что это непредсказуемое государство. Инга Окава на последних президентских выборах в Беларуси была независимым наблюдателем. Ее арестовали в Минске за участие в одной из несанкционированных акций протеста в сентябре 2020 года. Эти данные подтверждают в правозащитном центре «Весна». Инга уехала в Польшу сразу после освобождения. Это называется синдром отложенной жизни. То есть тебе кажется, что вот-вот, и ты вернешься. Зачем? Зачем учить польский? Зачем работать? В центре «Белорусской солидарности» в Варшаве эта организация помогает решать юридические и практические вопросы гражданам Беларуси в эмиграции. Уверены, что решение Лукашенко о запрете на выдачу белорусских паспортов за границей – это тоже акт политического преследования. Но есть ситуации, когда человек вот так вот, кто-то ехал на похороны к родным, да, их задерживали и сажали. Потому что сейчас, если ты возвращаешься в Беларусь, тебя могут посадить за лайк, который ты ставил в 2020 году. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о запуске паспорта «Новая Беларусь» для диссидентов, которые не могут вернуться в страну и получить другой документ. И главный вопрос – добиться, чтобы этот альтернативный паспорт признали другие страны. Выдача новых паспортов – это процесс. Сейчас мы уже заявили о намерении выдать эти паспорта и будем добиваться признания. Сейчас мы находимся на том этапе, когда через пару месяцев будут выпущены первые образцы. И они будут разосланы и всем правительством, чтобы они увидели правовую основу в системе национального законодательства. Польша и Литва уже предложили белорусам проездные документы для иностранцев, которые временно предоставляют им ту же защиту, что и лицам без гражданства.